слава богу слава иисусу христу нашему господу богу спасителю дорогие друзья дорогие братья и сестры всех вас приветствую благоставляю именем иисуса христа и в начавшемся 2019 году я хотел бы как раз благоставить всех вас дорогие друзья и сказать о том что этот год по восточному календарю объявлен годом дракона и в общем то не только по восточному календарю но и президент россии и премьер-министр россии путин и фактически ее последние годы бессменно руководитель во главе чехистской власти именно господин путин владимир владимирович предстоит сегодня и в общем то он представляет собой сегодня такого нового монарха некоего российского он также объявил что и пожелал в новый год в обращении своем новогодним чтобы дракон принес счастье как бы ну что-то хорошее в каждую семью российскую упаси господь конечно если слова премьер-министра и фактически руководителя россии исполнятся не дай божий конечно я не пожелал бы и самому путину чтобы дракон ему что-то принес нечто и каждому россиянину и украинцу и также жителям других стран бывшего безбожного советского союза я хотел бы пожелать все-таки не счастья или каких-то благ от драконов о счастье и благословение от бога от господа нашего иисуса христа и написано что ни в ком ином нет спасения ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись верьте в иисуса христа верьте в господа бога и спасителя и друзья мои из писания христиане давно уже знают уже 2000 лет и из ветхого завета еще и ранее о том что дракон это образ дьявола и я зачитаю в частности из псалма 90 псалма в православной традиции он еще называется живая помощь или живые помощи написано на аспиды и василиска наступишь и будь попирать будешь льва и дракона и также из книги откровений с 20 главы хочу прочесть сейчас 20 глава книги откровений говорится с первого стиха я читаю и увидел я ангела сходящего с неба который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей он взял дракона змея древнего который есть дьявол и сатана искал его на тысячу лет и низверг его в бездну и заключил его и положил под ним над ним печать дабы не прелещал уже народы доколе не окончится тысячи лет после же сего ему должен быть освобожденным на малое время я хочу подчеркнуть эту мысль еще раз прочесть с 20 главы книги откровений иисуса христа откровения на богослово 2 стих написано дракон змея древние есть дьявол и сатана запомним это пожалуйста друзья и я прошу православных христиан и как и христиан других динаминаций конфессии не обольщаться по этому поводу они пониматели не верить этим россказням владимир владимировича путина или других представителей чекистской нынешней власти в россии или же астрологом или же экстрасенсом колдунам чародеем всевозможным и просто сми продажным демонизированным этим сми телевидение особенно которая сегодня драконов представляет таком знаете ли таком чуть ли не таком идеалистическом свете мол такие мягкие пушистые драконы детям многие христиане к сожалению православные и других динаминации также христиане к сожалению приносят в дар в подарок так знаете ли новогоднего дракона в газетах в интернете здесь и в общем-то по телевидению были сообщения что раскупили многие граждане именно этих драконов всевозможных и по этому поводу не обольщайтесь господа потому что на самом-то деле дракон древний змей это есть сатана и с ним у нас не может быть переговоров с этим террористом номер один во вселенной с ним у нас разговор короткий пошел вон во имя иисуса христа вот такие с ним у нас разговоры потому как господь дает власть верующему наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью как написано в священописании в библии и поэтому наступивший 2019 год знаете ли достойно объявить именно годом поверженного дракона для православного обновленчества наверное это наиболее актуально именно для реформаторского православного движения достойно объявить наступа наступивший год 2019 годом поверженного дракона и мы в этом году собираемся на самом деле христиане православные протестанты католики наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью потому что тот кто в нас больше того кто в мире а в нас иисус христос и и друзья мои братья сестры я помню как однажды но не то что однажды вообще в выходящем тогда одиннадцатом году в аэропортах железнодорожных вокзалах я бывал по всей россии и украине и видел одну ту же картину множество драконов всевозможных календарей с изображением драконов и знаете ли и все это преподносилось и преподносится порой и сейчас как нечто положительное но это есть образ дьявола образ сатаны нам ни к чему стать такие знаете ли заигрывание царством тьмы нам ни к чему знаете ли потакание оккультизму и я предлагаю сегодня христианам помолиться о том чтобы на самом деле этот дух дракона был просто напросто связан во имя иисуса христа и если допустим на безбожном востоке в общем-то демонизированном востоке этот год он празднуется годом черного дракона то у нас в нашей традиции христианской из из библии уже прочитал из традиции могу тоже рассказать несколько эпизодов очень интересных из христианской истории нашей о том что для нас дракон это не друг это не друг это враг это образ сатаны и дьявола и конечно же у нас не может быть года дракона знаете ли у христиан я считаю что те христиане что поддались этой всеобщей эйфории этой безумной вере в добрых дракош и дракончиков нужно просто покаяться обратили внимание дорогие друзья я говорю это как отец шестерых детей что сегодня многие мультфильмы и детские фильмы просто-напросто наполнены всевозможными этими лживыми фальшивыми образами сегодня преподносится многие знаете ли драконы как спасители как именно освободителя и знаете ли всевозможные фильмы даже такие приключенческие сердца дарконы и прочее все это показывает конечно же образ дьявола сатаны в таком очень таком как бы благородном чуть ли не свете и в этот век отступничества апостасии в это время нынешнее время такого всеобщего такого отступничества и увлечения демонизма демонизма увлечения сатанизмом нам христианам не пристало поддаваться этому общему такому знаете ли мертвому течению но не плыть по течению но я предлагаю грести против течения и молиться сегодня во имя иисуса христа о разрушении этого наваждения дьявольского демонического наваждения и хотелось бы также помолиться за тех из вас дорогие зрители слушатели что еще не пережили спасение если вы знаете что вы грешник и если вы знаете что есть бог на свете и вы верите что бог он создал весь этот мир я прошу вас также поверьте что отец небесный бог святой он настолько возлюбил этот мир что отдал сына своего единородного иисуса христа на распятие чтобы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную верьте в господа бога и спасителя нашего иисуса христа верьте что он пролил свою кровь именно за вас за каждого из нас независимо от нашей расы от нашей национальности независимо от наших политических симпатий, атипатий Господь Иисус, Он пролил свою кровь за нас, и Он воскрес же из мертвых для нашего с вами оправдания. Слава Богу, слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, и я предлагаю помолиться, молитвы покаяния, и также молитвы, так как вы знаете ли, возвращения к Богу. Если вы были с Богом, если вы знали Бога, но осуетились, отступили, каким-то образом впали в грех, отступили, сегодня время возвращения, время благоприятное, потому что если вы меня сейчас слышите, видите, значит еще не все потеряно для вас, значит еще есть шанс для вас покаяться. И нет такого греха, который Бог не мог бы простить. И не хулите Духа Святого в таком ожесточении, в окаменении. Обратитесь к Богу, дорогие друзья. И также хочу помолиться о том, чтобы в этом году, в это время поверженного дракона, знаете ли, чтобы верующие облекли силу свыше, силуя Святого Духа для серьезного сражения, духовного сражения этого последнего времени. Слава Богу! Давайте помолимся, давайте скажем Богу такие слова. Отец Небесный, Бог Святой, во имя Иисуса Христа, прости меня, прости мои грехи, я верю в Тебя, и я верю, что Ты возлюбил мир и отдал Сына Своего, Иисуса Христа, на распятие, за мои грехи, за всех нас. Господь Иисус Христос, вводи в мое сердце, царствуй во мне, живи во мне, я благодарю Тебя, мой Бог и Царь, Духом Святым Своим наполни меня. Аминь. И также вы можете сказать Богу такие слова, что, Господь, обнови меня, благослови меня, поговорите с Ним своими словами, обратитесь к Богу сейчас, дорогие друзья, и я хочу благоставить вас, помолиться об исполнении Духом Святым, чтобы Господь, Он через нас совершал великие деяния в этом году, чтобы больные исцелялись, чтобы мертвые воскрешались, чтобы одержимые освобождались, чтобы чудеса и знамения сопровождали проповедь Слова Божьего в этом 2012 году наступившем. Господи Бог Святой, благостави нас, христиан, православных, католических, протестантских, верующих в Тебя, во имя Иисуса Христа, благостави нас, наступать на змей скорпионов, как Ты говорил, на всю силу, вражью, попирать льва и дракона, Господь, во имя Иисуса Христа, и пусть этот год будет годом поверженного дракона, во имя Иисуса, во имя Иисуса, да будут просто-напросто не спровергнуты все эти пожелания, которые звучали в преддверии 2019 года из уст Путина, Господина, и других господ религиозных и светских, которые провознашали этот год годом дракона, да будут в ничто обращены во имя Иисуса Христа эти слова и пожелания, и пусть не дракон приносит какие-то благоблаго в семьи, но пусть Твоим Духом Святым от Тебя всякое даяние, благое и дар совершенно придет свыше, во имя Иисуса Христа, а всякое клеветническое, всякое бесовское учение, всякое демоническое учение, да будет просто-напросто не спровержено в этом году во имя Иисуса Христа. Подними, Господь, тех, кто против ересей, против этой демонизации населения встанет твердой верою во имя Иисуса Христа. И из моих телезрителей, пожалуйста, Господь, призови тех, кто встанет за истину евангельскую во имя Иисуса Христа. Благослови нас во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! И пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. До встречи и на земле, и на небесах. Пусть Бог благословит вас. Шалом! Мир вам! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Аминь.